приветствую вас уважаемые трейдеры сегодня в гостях у нас доверительный управляющий компании соли брокер дмитрий донецкий всех приветствую и мы неспроста сегодня пригласили дмитрия к нам в гости очень часто в дилинге приходят участники которые задают вопросы как можно найти работу чтобы при этом работать и на фондовом рынке и заниматься трейдингом конечно ситуация непростая и вот для этого как раз мы специально пригласили дмитрия донецкого на его примере показать как можно добиться вот такого результата и почему именно дмитрия потому что дмитрий как раз начинал свою карьеру в компании кселиус и дмитрий первый вопрос как у вас здесь начиналось вот с чего вы начали когда пришли в компанию кселиус ну алексей хороший вопрос начинал я с того что я пришел в дилинг я был тоже торгующим трейдером д трейдером вот есть я занимался торговли фьючерсами торговал ртс нефть фишку ну стандартный набор я так сказал dd трейдера на тот момент вот я принципе сразу стал помогать дмитрий черемушкина с сайтом wall street pro на котором там размещается аналитика по российскому фондовому рынку я по сути стал как бы младшим аналитиком вот у черемушкина он мне принципе передал свои знания по фундаментальному анализу и вот так постепенно постепенно я совмещал и значит трейдинг и аналитику по сути параллельно еще занимался видеосъемками вот чем принципе сейчас занимаюсь и сейчас регулярно мне каждую неделю у меня есть выпуск вы знаете на канале солида регулярно я значит снимаюсь плюс еще вот последнее время зачастили съемки на рбк еще вот то есть все навыки которые здесь приобрел развил они сейчас мне помогают собственно в моей профессиональной деятельности если опять-таки к вашему вопросу алексей вот как и начинал дэйтрейдер начинал когда трейдингом заниматься плюс развивал параллельно знания по фундаментальным анализу вот это это мое начало интересно то есть получается с одной стороны вы были занимались как мы говорим спекуляциями то есть внутридневной торговли параллельно вы занимались аналитикой и получается что вот этот скажем так аналитическая деятельность наверное в итоге перевесила то есть вы пошли по направлению больше инвестиций нежели внутридневного трейдинга можно сказать и так здесь дело в том что ну как бы я понял что дэйтрейдинг он не совсем мне подходит потому что я вижу как бы прекрасные возможности планета фундаментального анализа там идеи фундаментально реализуются там не в течение дня до ничего не суток а как прав течение там нескольких недель вот либо есть там в идее которые там по полгода там погода и более вот я видел то что это более интересно это в моем случае было более прибыльно для меня плюс как бы мне все больше и больше я все больше и больше погружался в аналитику фундаментальный анализ и соответственно сделал по сути свой выбор в ту сторону но сказать что я сейчас там не занимаюсь спекуляциями нет я занимаюсь спекуляциями мне спекулятивный счет более того даже вот скажу это было вот буквально вчера была у него идея по спекулятивной де Алексей там был и теханализ задействован и фундаментальный анализ задействован идея была по акциям белуги вот одна из моих любимых компаний вот как говорил гаевский нужно вот как бы любить какую-то одну акцию и вот вы ее тогда очень сильно понимаете вот по сути белугу я за не следил и технически следил и фундаментальном я здесь модель по ней достаточно подробная вот и с бизнесом я хорошо знаком как бы сам да то есть пробую бизнес на вкус так сказать вот то есть все здесь есть все совпало к ты чувствуешь бумагу ты понимаешь прекрасно и ты можешь совершать вот спекулятивной операции довольно легко на ней собственно вот сделка я думал и покажем Алексей вот у меня была совершенная сделка по ней причем езди эту сделку я делал как на личном счете своем спекулятивном вот и с него потом вывел часть прибыли я даже полностью очень закрыл сделку скажу так я закрыл только часть и с этой части еще значит вывел деньги про и купил на них про и купил на них белугу и купил на них белугу да пошли белуга нравится вот как бы это некий круговорот получается то есть я как я акционер белуги пользуюсь ее продукции еще зарабатывать спекулятивно на нее акциях просто потому что я хорошо знаю хорошо понимаю и меня есть некая база вот мы возвращаемся к этому некая база которая дает кселиус как раз таки вот то есть база по техническому анализу она основная и не пригодилось это все пригодилось пригодились знания дейтрейдинга по сути занят торговой системы кселиус я прекрасно в совершенстве скам знаю вот и применяю сейчас в дарительном управлении уже она очень солидном депозите так но это мы немножко перескочили скажем так будущее скажите пожалуйста но ведь если это вам вас все устраивало вы хорошо занимались дейтрейдингом у вас получалось хорошо вести работу по аналитике почему же вы ушли из компании кселиус что в чем причина причина того в том что наверное может быть не было карьерного роста может быть коллектив вам не понравился в чем причина ну алексей то что коллектив не всегда был прекрасный коллектив я помню принципе всех кто был в дилинге со мной с восемнадцатого года по конец девятнадцатого года соответственно два года провел дилинге вот причина вот как вы сказали принципе карьерный рост то есть как бы я считаю довольно молодой был на тот на то время соответственно как бы заканчивать там всю жизнь заниматься дейтрейдингом я посчитал что это как бы не самая на лучшая идея если вам служит большой капитал не знаю вы уже там лет 40 там и так далее да там вам конечно наверное будет и вы только начинаете заниматься трейдингом в принципе да тогда вам интересно оставаться на этой трейдером но в моем случае как бы кто вот значит трейдер то солдат а управляющий или там начальник там хедж фонда голова хедж фонда это условно либо там не глава там у к в российской значит праве да условно там это генерал там были в этом марш вот соответственно я пошел в ту степь понимаю то что там большие деньги соответственно то есть если ты умеешь торговать это не зарабатывать деньги на фондом рынке в таком случае тебе дорога туда вот собственно я таким образом и пошел дальше но к силиус я регулярно как видите возвращаюсь вот здесь меня зовет алексей часто для выступлений в дилингом зале соответственно там бывает и записывал ролики различные и так далее ну что ж неплохо неплохо коллеги видите как оказывается начиная свою таскать деятельность дилинги а дилинга как вы знаете если вы не знаете то хочу вам скажу дилинга это наша кузница кадров компании xelius но оказала она оказалась не только кузницы кадров для xelius она еще оказывается кузница кадров для других компаний как и в случае с дмитрием но дмитрий скажите пожалуйста уйти то вы ушли вы нашли новое место работы как восприняла новая организация с точки зрения знаете я у меня есть тоже опыт работы разных организациях когда приходишь новую организацию там надо так сказать там влиться в коллектив установить какие-то контакт не всегда это бывает просто пришел новый человек наверняка были какие-то нюансы как говорят такие какие-то терки какие-то притирки возможно конфликтной ситуации я понимаю что может быть какие-то вещи неудобно говорить но тем не менее мы же говорим о том что многие трейдеры пытаются скажем так совместить работу на фондовом рынке и трейдинг то есть устроиться в какую-то компанию где есть такая возможность но в вашем случае так сказать это прям хороший такой пример наверняка есть какие-то скажем так положительные и отрицательные стороны наверное наверняка были трудности вот расскажите как вы вливались в коллектив новой компании ну смотрите алексей мне во первых было немножко непривычно работать по пятидневке с раннего утра ездить на работу чувствуете коллеги основное то есть у нас достаточно свободный режим а там как на госслужбе потому что я ушел с аналитиком работать не управляющим вначале вот я перешел аналитиком вас взяли на должность аналитик аналитик по рынку акций да но это кстати говоря это это скажем так самая низшая должность средняя как но есть младший аналитик соответственно есть просто аналитик есть главный аналитик это чисто по аналитике и глава отдела аналитического и вас взяли на ну получается на среднюю позицию на среднюю позицию то есть нужно было иметь базу соответственно понимать все компании на российском рынке основные ликвидные вот то есть конкретно в солиде требовалось именно это то есть многие другие компании экзамен сдавали приемные какие-то там собеседования в виде собеседования в виде еще тестовое задание соответственно вот мне нужно по анализе было какого задания то есть объем знаний багаж на не должен быть достаточно приличный чтобы попасть в достаточно большую компанию до создание везде есть я могу так сказать вам то есть куда вы не пойдетесь там вы собеседуетесь на какую-либо позицию если вас на первом этапе там вас и чар отбирает ваше резюме то есть на этом этапе там уже там две трети отсекается дальше вас зовут на собеседование раньше были очные собеседования я ходил на очные собеседования помню прекрасно сейчас собеседование все там удаленные да там по зуму вот то есть там вас смотрят и третий этап это тестовые задания уже там кандидатов 5 наверное и из этих пяти кандидатов отбирают уже какого-то одного делают ему оффер если он отказывается делают оффер другому кандидату который очень похуже вот и таким образом работает то есть я вот по такой схеме ровно попал туда имея багаж знаний или опыт работы при этом вот на портале волстрит про по аналитике вот по сути я вот там возглавил весь российский рынок уже там в конце девятнадцатого года у черемушкина вот то есть писал аналитику и соответственно вот таким образом пришел ну первых возвращаясь вот ваш вопрос или все какие трудности были во первая трудность это соответственно момент связанный с тем что это пятидневка и это грудь из 10 утра вы должны быть или там 9 30 привыкать пришли быть на работе потому что я ну по душе фрилансер знаю но как я же пришел ушел значит из кселиуса в 2019 году в декабре в марте 2020 года начался коронавирус активно начался период удаленки я такой вздохнул думаю спасибо коронавирус опять на удаленке игры ваша я обожаю удаленку не знаю я сейчас стараюсь тоже брать если появляется такая возможность вот мне очень комфортно работать дома вот я сфокусирован там тихо знаю все у тебя под рукой там ты распределяешь свое время и так далее то есть это это как бы минус был что касается коллектива да не мне принципе приняли хорошо у нас была команда аналитиков примерно моего возраста чуть старше возможно вот здесь у нас там разница по уровню ну я скажу ну были конечно ребята которые там гораздо умнее меня были более опытные более взрослые соответственно я у них учился я если вижу вот мое качество такое я вижу человека умнее меня как правило я у него учусь то есть я не знаю что то может мне там объяснить там давай вместе по делу я посмотрю ты делаешь вот даже сейчас у меня вот подчинение аналитик так я сейчас главный аналитик еще являюсь ваналитиком мне подчинение просто аналитик сейчас по глобальным рынкам я у него некоторые знания беру, потому что он больше подкован академически. То есть мы больше сейчас вкладываем теории в модели, различные дисконты применяем, которые уже научные и так далее. Вот таким образом работаем. Так. Слушайте, видите, как складывается? Но я думаю, что не так просто, как Дмитрий это говорит. Дмитрий, наверное, упускает какие-то моменты, но я понимаю, что это, наверное, не совсем корректно здесь рассказывать о каких-то оборотных сторонах, но я думаю, вы, коллеги, догадаетесь, что не так просто это все бывает, потому что такой серьезный карьерный взлет, который Дмитрий, взлет Дмитрия, который мы сейчас с вами видим, такой бывает не у всех. И теперь скажите, пожалуйста, Дмитрий, а как вы все-таки добились такой должности? Вы доверительный управляющий. Это уже должность не начинающего, не среднего звена. Это на уровне топа. Я правильно понимаю? Я не знаю, как иерархия, так сказать, в компании Solid, но мне кажется, это уже что-то типа топ. Ну, в иерархии трейдеров, я бы так сказал, наверное, это не топ, может быть, середина, верхняя часть, наверное, так. Вообще, управляющих редко берут, так сказать, по объявлению. Выращивают своих? Ну, либо выращивают своих, это в большинстве компаний именно так сделано. И вот, кстати, лайфхак сразу, да, к тем, кто смотрит, тот, кто там хочет устроиться, там, не знаю, управляющим. Особенно, если вам еще немного лет, скажем так, если вы там условно студент старших курсов, вот моя ошибка была, то, что я не ходил на различные программы были. Я помню, Атона программа была по, значит, ну, там обучали, по сути, не то, что обучали, там была стажировка трейдеров. То есть, вы, если имеете базу там техническую, либо базу на фондовом рынке, вы могли на старших курсах прийти, значит, и там, по сути, была стажировка по трейдерам. И дальше вот трейдеров выращивают таким образом внутри компании. Все компании так стараются делать, выращивать прямо с самого нуля человека, чтобы он не уходил. И, соответственно, развивалось внутри компании. То есть, от трейдера, по сути, там, по исполнению клиентских поручений, то есть, тот человек, которому звонят, значит, клиенты, там, купите, там, актель Газпрома, там, 300 штук. Он там, подтверждаете покупку. Просто слышу каждый день, подтверждаете покупку. Вот. И, значит, значит, этот трейдер подтверждает. Вот, то есть, таких низов, по сути, можно прийти в инвестиционные компании. Их в России не так уж и много, к сожалению. Вот. Сейчас даже там многие под санкциями, соответственно. Еще эта проблема возникла. То есть, некоторые направления, значит, там, торговли евро-релегациями сейчас затруднено, скажем так, у вас будет. Но остальные моменты можно вот так попасть. Вот. Так. Понятно. А, еще, Алексей, по поводу... Да, я вот не ответил, собственно, по поводу должности, как я получил должность. Но, по сути, я несколько, получается, два года аж проработал на позиции аналитика, на аналитика, соответственно. Может быть, я извиняюсь вас, перебью, может быть, вас взяли на эту должность из-за того, что у вас такая тяга к белуге? Да нет, не белуге тела. Но белуга, она... У меня была в прошлом году, в 21-м, тоже инвестиционная идея по белуге. Я ее тоже купил на лоях, продал на хоях, условно. Ну, я имею в виду хорошим словом. Чтобы нас правильно поняли, это скажут, там, заподозрят в чем-то не совсем. Да, у меня была как раз публичная идея. Ну, по сути, я показал просто свой, как бы, трек в виде инвестиционных идей, как аналитика. Вот. И как я, в принципе, разбираюсь в рынке, да. И, ну, вот, на этой базе, то есть, вы не должны быть там сливающим аналитиком, условно. Это абсолютно нормально. Но это теория вероятности. Особенно сейчас, там, в 2022-м году, то есть, когда там все рухнуло, по сути, я не знаю, там, прибыльных идей там вообще их очень мало. На российском именно рынке, на американском, мы там достаточно много, кстати, закрыли прибыльно. Но вот по российскому рынку там идей немного, в основном они часто там больше такие тактические. Вот. То есть, вот такая должна быть база. Я думаю, ну, руководство увидело этот момент. И тоже, как карьерная лестница. То есть, я сам хочу стать управляющим. Хотел стать управляющим, соответственно. Мне дали. Но управляющим я стал Алексей. Вот вы угадаете, когда, в каком месяце? Мне сложно угадать. В феврале 2022 года. То есть, у меня трек-реков начинается 7 февраля. Поэтому я, кстати, даже можем прикрепить. Я вот сделал скриншот доходности своей. То есть, мне дали портфель, по сути. Я из него там не вышел. То есть, у меня... Ну, он не полностью был загружен. Но, как бы, по сути, я встретил кризис в бумагах. По сути. Вот. Но, тем не менее, показываю сейчас свою альфу, так называемую. Вот. Почти 5%. Сегодня 5% получается альфа к рынку, к индексу полной доходности Моэкса. Хотя, у меня стратегия дивидендная. Она даже предполагает по паспорту стратегии, что там доходность даже ниже должна быть, чем бенчмарк основной. Вот. То есть, ну, вот так. Вот так, Алексей. Так, Дмитрий, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вы были в дилинге, каким объемом вы оперировали? Ну, денежной массой. Какой? Ну, точно говорить не нужно. Порядок. 100 тысяч, полмиллиона, миллион. Ну, вот. Ну, около этого, да. 100, ну, больше, там, наверное, 200-300 вот так. 200-300. Начинал, начинал с 50, а потом, да. Все мы начинаем с маленьких сумм. Это нормально абсолютно, когда учимся. Потом капитал, которым вы оперировали, был 200-300 тысяч. Ну, там, полмиллиона, наверное, так, да? Ну, я дошел в 20-м году, я на личном счете уже до миллиона дошел. До миллиона. Да. Теперь скажите, пожалуйста, как говорят под кликом мышки сейчас, какой объем у вас капитала находится? Я просто хочу, чтобы сравнили. Коллеги, вы должны сравнить, почувствовать, как говорится, разницу. И? Ну, сейчас, я скажу, до миллиарда рублей. Вот. Надеюсь, то, что в следующем году уже будет свыше миллиарда. Коллеги, это бинго. 200-300 тысяч и миллиард. Причем за какой это период? Фактически за 2 года? Ну, 3 года. За 3 года. Прилично. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, как это было в трагедии Пушкина? У меня была хорошая фраза. Ох, тяжелатая шапка Мономаха. Вы чувствуете эту груз ответственности? Ну, скажу, когда я только начинал. Миллиарды, это все-таки деньги. Это много-много нулей. Причем это нули. Я понимаю, это были бы лично ваши. Ну, понятно, вы были бы счастливы. Это один риск. То же самое, как торгуешь внутри дня. Одно дело, ты торгуешь на свои. Неважно, 500 тысяч, миллион, 2 миллиона. А когда это чужие деньги? Как вы себя ощущаете? Ну, смотри, вот расскажу, да, вот, про 2 аспекта, значит, по поводу чужих денег и своих денег. Вот что, чем легче? Легче своими, скажу сразу. Свои гораздо проще. Своему счету я отношусь, скажем так, ну, гораздо легче мне с ним работать. Чужие деньги все-таки больше ответственности. Это я прекрасно понимаю. То есть клиенты требовательные. Многие там звонят своим клиентским менеджерам, говорят, а почему вот сейчас, допустим, у нас там не плюс 100, да, допустим, процентов. Что, прям звонят и, так сказать, прям стучат кулаком по столу? Да, соответственно, я прекрасно понимал, на самом деле, что у управляющих будет эти вопросы от клиента. В любом случае. Сколько бы ты ни зарабатывал. Ну, это нигде же. Обгоняешь ты рынок, не обгоняешь рынок. Вот там, не знаю, тебе может прийти клиент сказать, вот там Тесла сделала там 2x, 3x, а у тебя счет не 2x. Да, а у тебя там 5-10 процентов ты там. сделал, не знаю, вот, значит, плохой ты управляющий и так далее. То есть вот такое, ну, это, с этим неизбежно вы столкнетесь, если будете сниматься доверительное управление, в принципе. Вот. Я это прекрасно понимал уже, поэтому у меня вообще, как бы, каких-то разочарований в профессии нет сейчас. Вот. Значит, первый момент касательно денег. Второй момент касательно суммы. Еще помню, какой-то лайфхак давал Герчик, значит, году в 2014, что ли. Он ходил, по-моему, к какому-то там трейдеру крупному, да, и там был такой лайфхак, что вы не должны смотреть на абсолютные значения, там, значит, вашего там портфеля. Вы смотрите только на относительное значение. Вот это правило, я не знаю, я его выставил, как будто еще раньше. И, то есть, значит, когда я стал управлять, вот сейчас, допустим, вот там гуляют, там, в несколько миллионов, там, просто. За день, да? Ну, то, что за день, там, за несколько минут, там, может гулять. Там, ну, вот я чувств не испытываю к этому. То есть, я смотрю на проценты. То есть, вот как я, сегодня я лучше рынка, там, или хуже рынка, у меня портфель динамика. Все. Хоть там будет, не знаю, 10 миллиардов рублей. Вот, вот, абсолютно, я вам скажу, вот сейчас, вот, нет разницы для меня в этом. Потому что я смотрю на проценты. И все. Я понимаю то, что там, внутри огромного пула, там много мелких счетов, да? Там, там, по миллиону, там, по, не знаю, по 5 миллионов. Где-то это счета, меньше миллион, даже рублей есть. То есть, вот. И это все, как бы, агрегировано получается. Поэтому, ну, нет такого чувства, что, а, там, я захожу на миллиард, там, и все, все плохо. Там, мне становится, там, пот у меня, там, бессонные ночи как-то. Вы мне к себе рассказывали. То есть, кто-то заходил, там, на 500 тысяч и обливался холодным потом. Было, было такое. Есть такие кейсы. Нет этого. Если вы уже, я уже, ну, как бы, очень много всего прошел. Да, я прошел, у меня были и потери, да, там, на начальном этапе. Там, серьезные потери, эмоциональные потери, очень жесткие были потери. Вот. То есть, вообще, каждый тренд должен закалиться еще этим, я считаю. То есть, у нас, вот, мой начальник, даритель управления, он тоже, как бы, проходил через многие кризисы. То есть, у него тоже было, там, в 2008 году, там, довольно плохо, там, да, ну, то есть, там, большая просадка была и так далее. То есть, все эти проходили через какие-то, вот, такие сложные моменты. То есть, если ты даже не прошел, ты, скорее всего, скоро сольешься, короче. Вот. Ты должен приобрести негативный опыт и понимать, как с ним работать. Вот. Это тоже важно. То есть, опыт потери, он такой же важный, как опыт зарабатывать. Вы не думайте то, что если у вас, вот, вы начали заниматься трейдингом, у вас вот только получается. Дождетесь, что какой-то один момент попадете. И это, как бы, важный опыт, через который нужно пройти. Среди него прошли все. И Черемушкин проходил, и Стукалин проходил через него. Вы, я знаю, Алексей, тоже проходили. Знакомый, знакомый. Нужно, нужно, вот, переварить этот момент, только тогда вы будете себя чувствовать уверенно, уже сейчас. Вот, на большом депозите, да, уже уверенность совершенно другая. Единственное, что могу сказать, вот, когда только-только начал, это было, получается, февраль этого года, значит, то, когда у тебя под кликом мышки, там, несколько миллионов рублей, тут ты, скажу, вот, первый день, первые два дня, наверное, я немножко так, этот, мне же надо что-то говорить, я не слышу. То есть, вы вступали, вы в таком-то трансе находитесь. Это вот первые, первые дни только такое вот чувство есть. Остальные дни уже потом легко было. Ну, тут больше было, на самом деле, не то, что я там боялся денег, я боялся, как бы, ошибиться. Остальные дни, что я там не так нажму, не знаю, какой-то технический брак какой-то будет. Ну, сейчас такого нет, даже если что-то купите, ну, продадите, там, не знаю, если ликвидная, там, какая-то бумага. Вот, и сейчас такого нет, но поначалу вот это вот чувство транса, когда у тебя вот под кликом мышки, какой-то там, миллион рублей, там, да, несколько сотен миллионов рублей, да, то есть, тогда это прям, ух-ух, прям так было. Так, так, ну, я так чувствую, вы привыкли, так сказать, к достаточно таким хорошим вопросам, простым. Сейчас задам вопрос посложнее. Расскажите хотя бы об одном случае, ну, такого крупного, серьезного, ну, не провала, а проблемы, которые случились на работе, ну, единственное, конечно, чтобы это не повлияло на ваше, так сказать, основное место работы. Ну, легче сложно, на самом деле, сказать. Ну, не бывает такого, что все было гладко. То, что вы сказали, там, руки тряслись иногда, там, несколько миллионов в самом начале, это естественно, это понятно, это неизбежно, но всегда есть какие-то такие черные полосы, которые, потому что, ну, глядя, так сказать, на нас с вами, если сейчас все посмотрят и скажут, ой, как все просто, как все гладко, человек работал в Кселиусе, потом пошел в Солид, стал доверительным управляющим, как все просто. Просто не бывает. Ну, расскажи одну историю одну. Она не связана с управлением доверительным, она связана с аналитикой. То есть, я, так как публичный аналитик, я делаю инвестиционные идеи. И вот была у меня одна инвестиционная идея, значит, я долго хотел открыть компанию, инвестиции по компании «Пятерочка» X5. Вот, и, соответственно, значит, ну, не было, как бы, других еще идей в моменте, да, то есть, как бы, от меня, у меня некий есть, некий KPI, кстати, есть в инвестиционных компаниях, брокерских по инвестиционным идеям. То есть, бывает, аналитик открывает что-то, что вот, ну, как бы, не самая лучшая цена, скажем так, но вот уже, как бы, можно, да. То есть, ты понимаешь, что, возможно, будет ниже. Вот я открыл, значит, инвестиционную идею по «Пятерочке», значит, в, по-моему, феврале, феврале 21-го года. Значит, с тех пор она очень сильно упала. Причем она упала до еще, значит, февраля 22-го года. А рекомендации какие были? А рекомендации было покупать, соответственно, да, да. Ну, что интересно, да, то есть, да, как бы, мне просто потом очень много обвиняли в этой идее. Вот мы, благодаря Дмитрию, залезли в эту идею, соответственно. Вот мы там минусим, вот. Причем заходили там не только там клиенты, но и там другие важные люди, скажем так. Вот, в нее и потом, как бы, ну, такое некое обвинение у меня было. То есть, я понимаю, да, то есть, я некую ответственность несу, как бы, да, но это все мнение аналитика, я все время это говорю вам. То есть, если какая-то инвестиционная идея публично озвучивается, неважно, смотрите вы ее там от меня, либо там от аналитиков, не знаю, там, ВТБ, там, Альфы, там, каких-то других там независимых аналитиков. Это все мнение аналитика, это нужно понимать, Алексей. Вот, то есть, у вас может быть своя инвестиционная стратегия, вам эта компания может не подходить. Вы входите, вот, как управляющий уже, я могу зайти там, не знаю, на 1% от портфеля, а могу зайти там на 10%, соответственно. Вот у меня разный будет совершенно там риск и доходность, соответственно, по той и той, одной и той же идее. Но, что самое интересное, да, вот, да, идея негативная, да, идея, по сути, провальная идея, можно так сказать, но она в своей сути, то есть, вот, все драйверы, которые я там описывал изначально, они все исполнились. То есть, компания, она стала крупнее, она стала больше зарабатывать, больше выручка, больше прибыль, вот, больше недвиженный поток и так далее. То есть, прогноз сам был верный, но факторы, вот, связанные, скажем так, с ее регистрацией, то есть, там, голландская прописка у нее, то с тем, что из-за этого могут дивиденды быть ниже, вот, из-за именно юридического аспекта, а это стало вставать позже уже, вот. Вот это все по итогу, ну, соответственно, 24 февраля повело к тому, что бумага торгуется сейчас ниже, чем я открывал. Вот, как бы, вот такие есть провалы. Еще был такой же громкий провал у меня, это, значит, опять-таки кондиционная идея была по Mail.ru Group раньше, сейчас это ВК, вот. Но тут тоже, как бы, вроде как все шло неплохо, хотя бумага тоже снижалась, но позатем сменился, по сути, мажоритарный акционер, и пришла новая команда топ-менеджмента, и, по сути, ну, у тебя была одна компания, а сейчас это уже другая. Ну, простите, вы это предвидели, соответственно. Вы не могли это предвидеть. Ну, да, хотя меня тоже обвиняли, как можно инвестировать в Mail.ru, там, в ВК. Ну, говорю, вот, по моделям, по математике сходилось на то, что, скорее всего, все будет классно там, да, то есть. Но вот есть факторы такие, которые ты не можешь, бывает, предсказать, хотя я стараюсь, вот, последнего стараюсь на это все сделать, но вот приводит такие идеи к минусу. Но, опять-таки, вот, повторюсь, это мнение аналитика должно быть, вы должны все идеи рассмотреть только так. Как видите, коллеги, гладко ничего не бывает. И даже в такой крупной компании, и даже на таких должностях. Дмитрий, ну, я думаю, что вы, наверное, не забыли дилинг наш, коль скоро вы тут часто появляетесь. И хотелось бы уже с высоты вашего новой должности, с высоты, так сказать, на которую вы поднялись, какие у вас рекомендации вот к дилингу сегодня? Какие вы могли бы, что вы нам могли посоветовать? Потому что мы, естественно, хотим это направление развивать, мы хотим, чтобы к нам приходили участники, и мы постарались здесь сделать много всего интересного, но, тем не менее, вот ваш взгляд просто со стороны. Так, Алексей, ну, вопрос такой сложный, скажу, много составной. Давайте я постараюсь на него, значит, по порядку ответить. Вот советы посреди тем, кто приходит в дилинг. Во-первых, я бы так сказал, выделяйте то, что в дилинг вы идете не на один месяц, а идете хотя бы на три месяца, это первый момент. Если вы идете сразу после обучения, в дилинг попадают только те, кто прошел курс Xelius, там, трейдинг на миллион, допустим, да, как это, крипталютный интенсив и так далее. D-трейдинг про, да. D-трейдинг про и так далее. То есть нужно иметь, во-первых, базу. Дальше первый месяц дилинги должны просто, как бы, отрабатывать торговую систему. То есть продолжение знакомства на реальном рынке с более опытными товарищами, наставниками, вот в виде Алексея, допустим, да, этот момент. То есть первый месяц, я считаю, нужно погрузиться в отработку торговой системы, потому что вы можете, знаете, как вот некоторые вещи просто не видеть на графике. Вот смотрит один трейдер, он видит формацию, а другой трейдер смотрит, тоже проходил обучение, тоже вот, то есть один тоже преподаватель был у трейдера, значит... И сидят на ряду другого. Они даже могут сидеть рядом друг с другом, но один видит формацию, видит сделку, а другой не видит сделку. И наоборот, один видит какую-то такую кривую формацию какую-то, да, то есть какой-то плохой сигнал, вот, и, значит, заходит в него постоянно. А другой этого не видит, он говорит, что вот такие сигналы брать не надо. То есть входить здесь не надо. Вот чтобы в этих тонкостях разобраться, вам необходим делинка, я считаю. Либо вы должны быть очень активным участником в мастер-группе, соответственно. Это такое добавление от меня. Потом, что я вижу, видел, значит, вот время, когда я здесь был, да, 18-19 год. Многие очень скромничают. То есть вы пришли, вы деньги отдали. То есть нужно активно... То есть бояться задавать вопросы. Да, вы не должны бояться задавать вопросы. Есть такое. То есть вы же пришли... Это имеет отношение к вам. То, с чем мы боремся постоянно. Будьте коммуникабельными. Не стесняйтесь задавать вопросы. Говорите о своих проблемах. Вот, Дмитрий, даже человек, который уже давно ушел из дилинга, который торговал в дилинге, он со мной солидарен. Все правильно, Алексей. Нужно задавать вопросы. Не получается что-то? Показывайте, не стесняйтесь. Вот у вас там каждый день сейчас разбор сделок у вас идет? Нет, у нас сейчас один-два раза в неделю. Вот, два раза в неделю. Вы должны показывать все скриншоты, все сделки свои. Значит, плохие, несистемные и так далее, и так далее. Чтобы вы понимали, значит, что делать не надо. Чтобы вам в следующий раз даже было чисто эмоционально стыдно их делать, эти негативные сделки. Несистемные, скажем так. Не то, что негативные, несистемные сделки. Плюс различные тонкости. Это все вы здесь разбираете, соответственно. Это нужно таким образом обучаться. То есть вы должны вот так делать. Третий совет, просто обязательный. Это тренажер. Вот вы, Алексей, я вот видел ваш курс, значит, вашу лекцию по трейдинг на миллион. Вот Алексей там сказал, помню, в трейдинге на миллион, что должно быть там налетать надо 10 тысяч часов. Вот трейдеру нужно, по-моему, 10 тысяч часов это 4,5 года, да? Если не ошибаюсь. 4,5 года. Но этот процесс можно ускорить тем, что вы делаете последний разбор, последний торговлю, точнее, на историю. Эта штука просто взрывает мозг, я скажу. Более того, если вы, допустим, станете управляющим потом, да, вот с моей стороны, да, что это такое? Это, по сути, бэктест-система. Без бэктеста-системы вы свою стратегию не запустите. По сути, да если у вас какая-то там, не знаю, арбитражная стратегия или там какая-то просто там вы торгуете там, не знаю, опять-таки там уровни или что-то типа того, вам нужно провести будет бэктест-системы на, если вы торгуете, соответственно, крупными депозитами, крупными деньгами. Это есть в любой инвестиционной компании есть это. Здесь, в дилинге, как вы это можете сделать, как частный инвестор? Вы можете, соответственно, сделать подсвеченную торговлю на истории. Открываете, отматываете, ну, Алексей там объяснит, значит, как это все делается. Но это просто, скажу, настолько вот уровень повышает, вы даже не представляете, и уверенность вашу повышает. Да. И так далее. Вот эти вот, наверное, три основных совета, которые я прям рекомендую делать в дилинге. То есть, первый это закладывать несколько месяцев на обучение сразу и первый месяц просто активно отрабатывать. У вас будет, как бы, депозит, скорее всего, там, у нуля, да, в этот период. Это в лучшем случае. Либо даже минус. Иногда депозит уходит в минус, ничего страшного в этом нет. Если вы будете показывать все свои сделки, если мы будем совместно с вами их разбирать, я думаю, что мы сократим этот ноль и постепенно выведем не только в ноль, но еще в плюс ваш депозит. Да, потому что, вот говорю, Алексей, я вот сейчас даже зашел, вот, когда только к стенке готовились, я так увидел, ого, какая классная сделка у Алексея. Я думаю, то, что ее мало кто, наверное, сделал, там, среди трейдеров, там, не знаю, мастер-группы, там, или дилинга. Вот, то есть, некоторые тонкости, некоторые вот нюансы, их нужно наработать просто. Ну, нужно время, нужно часы, да, провести на рынке, провести торгуя, не отвлекаясь ни на что. То есть, я сейчас не говорю, что нужно там, не знаю, постоянно что-то делать. Вот, именно сфокусироваться на трейдинге, на дейтрейдинге. Потому что это потом хорошая база. Даже если вам, вот, как мне, допустим, не подходит дейтрейдинг. Вот, ну, потому что я там, много разного интересного всего есть, да. Я там, не знаю, дейтрейдинге мне как-то немножко все-таки было тесновато, да. Плюс еще такой эмоциональный момент. Вас, по сути, каждый день, вас рынок оценивает. То есть, вы либо в плюс, либо в минус, соответственно, да. То есть, если вы, там, не торговали этот день, но это считайте минус у вас. Вот, потому что, как бы, у вас деньги лежат без дела, получается. Вот, то есть, вот этот момент, как бы мне немножко не нравился, но мое, допустим, это вот междудневная торговля. Все, вот я себя нашел в ней, да. То есть, но база, она дейтрейдерская. Без дейтрейдинга, я не знаю, у нас все трейдеры, кто торгует не арбитражной стратегией, они все имеют такую базу. То есть, вот это неизбежно для вас. Отлично. Коллеги, ну вот, это были советы от Дмитрия непосредственно вам касательно участия в дилинге. И, коль скоро мы заговорили о дилинге, хочу вам сказать, что у нас сейчас стартует такая очень интересная акция. Те, кто бронирует места в дилинге, те получают фактически автоматическое участие еще в мастер-группе. Что это означает? Это означает больше практики, означает больше обратной связи и более быстрое время, более короткое время для достижения положительного результата. Ну и еще повторюсь, я думаю, что вы эту информацию знаете. Но те, кто не знает, хочу вам сказать, что сейчас рабочее место дилинга, скажем так, настолько хорошо укомплектовано. Там есть и робот-помощник, и риск-менеджер, который не даст вам слить депозит, потому что все приходят в дилинг с разным уровнем подготовки. Вот Алексей, перебью вас. Вот про риск-менеджер. В брокерской компании, в инвестиционной компании или у управляющих всегда есть риск-менеджер. То есть это человек, который следит за лимитами. То есть он не позволяет уйти в минус и так далее. Сейчас вот вы поставили, по сути, аналога этого человека, рисковика, так сказать, в виде робота. То есть видите как, эта идея даже внедрена во всех крупных инвестиционных и брокерских компаниях, и мы то же самое внедрили у себя в дилинг. То есть это Xelius Ritz Manager, тот менеджер, который не позволит вам слить ваш депозит. Затем вам в помощь дается робот-помощник SuperSmart Stop and Profit, который за вас сделает сложную работу выставления стопа и тейков. Я понимаю, что это может показаться, скажем так, достаточно смешным, что там выставить. Но мы говорим о скорости выставления, а это доли секунды. Ну и плюс ко всему у вас появляется хорошая возможность прогнать свой брокерский отчет через программу Perotrade, чтобы понять, ну а как сложилась ваша торговля за тот период нахождения в дилинге, когда вы тут были. Поэтому имейте в виду, что вот такой, скажем так, хороший пакет у вас всегда будет под рукой, вы можете им хорошо воспользоваться. А если учесть, что в нашем дилинге выступают еще такие известные спикеры, как Валерий Гаевский, Константин Царихин, Дмитрий Стукалин и Дмитрий Донецкий. Денис Стукалин. Денис Стукалин, видите как. Оговорился, ничего страшного, я думаю, что вы меня простите, уважаемые наши трейдеры. То я думаю, что вы увидите, что в дилинге проходит достаточно интересная жизнь, активно происходит, а если сюда добавить еще разбор сделок и практически ежедневные ответы на вопросы, я думаю, что скучать вам не придется. Ну и я хотел бы поблагодарить нашего гостя, теперь уже гостя, но я не могу назвать его гостем, потому что он у нас, хотя физически находится в другой компании, но он член нашей команды. Он член нашей команды и остается. Поэтому, Дмитрий, спасибо, что вы не забываете нас и хочу пожелать вам успехов и надеюсь вас увидеть еще в дилинге, не просто с позиции взять у вас интервью, а с точки зрения просвещения нас в инвестиционном плане. Приглашайте Алексею, всегда рад, если найдется время. Найдется время для Ксиллеса всегда. Спасибо. Коллеги, на сегодня все, вам удачи, крепкого здоровья и до новых встреч. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok